всем привет выкладываю сейчас видео за видео на ютьюбе и наверное для тех для кого важно проявление и кто расстраивается что люди там его не смотрят не ставят там лайки и вообще кому нужно то что я делаю это первый этап с которым каждый из нас встречается на пути честного открытого проявления свои правды и трансляции неважно через что вы проявляетесь через рот через глаза руки и уши тело неважно и я записываю сейчас третье видео потому что первые два на моем ютьюбе набирают какие-то космические обороты у меня последний раз по нескольку тысяч просмотров реально было лет 5 наверно назад и потом я расстраивалась типа какого хрена там почему только 200 и вы не поверите бог на моей стороне он со мной потому что то видео которое сейчас набирает вообще тысячные обороты она знаете про что она про любовь представляете просто я чувствую эту поддержку я так счастлив и благодарна потому что видео которое я сделала 11 минут на неделю назад то есть там было очень простое послание что все просто что не нужно ничего там накручивать придумывать исцелять повышать и желать это все само собой разумеющийся это все нужно но все просто это простота заключается в любви мы просто забываем об этом я в этом видео напомнила напомнила миру через себя просто дух так повел меня что на вершине горы с соплями с уставшим лицом я просто вышла я не могла этого не сказать и там такое количество потрясающих комментариев от вас люди дорогие то есть очень много любви и комментариев о любви то есть наполненности благодарности есть люди которые хейтят там по поводу там моего носа соплей уставшего лица но я вам скажу так тот путь который я прошла поверьте ни один комментарий не может меня как-то повергнуть в шок в расстройство остановить мою деятельность остановить или как-то умолить мой дух мой выбор который я сделала выбор я сделала простой я пойду до конца мне терять нечего я пойду до конца в своем выборе выбрала я выбрала я жить свою жизнь ту которую я хочу жить та которая для меня является эталоном та жизнь а в которой я хочу чувствовать так как я хочу чувствовать проявляться так как я хочу проявляться жить там где я хочу общаться с теми людьми с кем я хочу проживать те чувства которые хочу тот опыт который я хочу и просто вообще парить в этом божественном своем присутствии. Аминь. Поэтому я благодарю все комментарии, абсолютно все. Они все для меня бесценны. То есть, этап разделения, двойственности, хорошие комментарии, плохие. Я прошла несколько лет назад. И сейчас весь пул комментариев, которые вы пишете под моим видео, поверьте, от всей души говорю, они все для меня невероятно цены. И, как правило, особенно цены те, которые, ну, типа с негативом, типа хейтеры. Потому что от них у меня, во-первых, возникает возбуждение внутреннее. Именно возбуждение духа. То есть, у меня появляется вдохновение на следующие видео. Это первое. А второе, для этих людей, которые пишут там, вы мне не нравитесь, вы там неприятны, вы как-то, ну, как-то странно орете там. Для этих людей я начинаю играть роль определенную. Вы поймите одну вещь. Вот те, которые поймут, те, которые меня услышат, осознайте одно. И в этом является единство. И в этом является Бог во всем. То есть, каждый человек играет роль для другого человека. И Бог в нем играет эту роль. Понимаете? То есть, не человек играет поганую роль для другого, чтобы как-то его зачморить, загандошить, унизить, оскорбить. А это божественный промысел. То есть, если мы чуть-чуть просто поменяем ракурс вообще наблюдения и просто представим, что а вдруг немножко жизнь по-другому устроена, а вдруг все-таки Бог есть в нашей жизни, да, в каждом из нас, то получается, что это не человек чморит другого, да, и играет какую-то поганую роль, неприятную там, с каким-то сопливым носом, там, с кривым лицом, со старым, да, как там женщина написала. Ну, не знаю, женщина ты или мужчина, типа бабушка. Хорошо, окей, я и бабушку в себе могу принять. То есть, у меня достаточно емкости, осознанности и любви, чтобы принять в себе и даже дедушку, понимаете? И даже дедушку я могу в себе принять. Мне вообще пофиг. Так вот, для таких людей, которые раздражаются, я играю божественную роль, понимаете? То есть, я же не просто для кого-то с соплями выхожу в эфир. Я же не просто для кого-то с уставшим лицом выхожу в эфир. А я выхожу в эфир для тех людей, которые в том числе будут раздражаться на это. А если вы, дорогие мои, раздражаетесь и вам что-то не нравится, а это значит, что вы осуждаете себя за естественное проявление себя в моменте, каким бы вы ни были, да? То есть, вы ставите фильтры, приукрашиваете свои речи, учите их наизусть, нанимаете фотографов, операторов, красите губы, накачиваете их для того, чтобы выглядеть круче, чем вы есть, понимаете? Вы не туда идёте. Просто тупо, ребята, не туда идёте. Надо идти не от себя, украшая себя, понимаете? А надо сначала войти в себя, надо сначала к себе пойти. И вот когда вы случитесь со своей природой, когда вы с ней соединитесь, вот потом уже украшательство, оно будет уже, понимаете, оно будет уже со смыслом, понимаете, о чём я говорю? Со смыслом. И поэтому те люди, которые раздражаются, они либо не могут себе позволить то, что могу позволить себе я, а я могу голой пойти позволить себе просто и ещё и жопу показать вам. Я могу это себе позволить, понимаете? А вы нет. Поэтому вы раздражаетесь. Это первое. Второе. Вы себя принимаете только на 10%. Ну, нужно же быть красивой, классной, без соплей там, или какой-то ещё, или какой-то умной, или чтобы какие-то речи заходили в вас. А такого не будет, потому что мир целостен. И существуют такие люди, как я, специальные раздражители. Я просто на этой планете в том числе играю эту роль, чтобы некоторых людей раздражать. Потому что 10% у вас только принятие себя, а в остальном вы просто хорошая, классная маска. Но где-то в глубине души, осуждая меня, вы осуждаете себя, а самое главное, вы не можете себе позволить то, что могу позволить себе я. Поэтому вы, те люди, которые хейтят, и которые, ну, пишут, как бы, всякие разные штуки, вы меня вообще никак не трогаете. Вы мне делаете, наоборот, хорошо. Понимаете, вы мне даёте почву для вдохновений. Но я вам рекомендую, и я с любовью это делаю. Ребята, правда, как бы вы меня не ненавидели, или как бы я была вам неприятна, я вам говорю это с любовью. Вы не на мою внешность смотрите. Моя внешность вас обучает, понимаете, она ковыряет вас. Она, ваши плевла сраные, она просто отделяет от зерна, понимаете, а вы суть слушаете. Каждое моё видео, оно наполнено сутью, оно наполнено смыслом, оно наполнено живым, настоящим словом. Ведь так ли? Иначе бы вас здесь не было. Вы бы меня не слушали, вы бы удалили бы, заблокировали бы, никогда бы меня больше не видели. На интенсив пришла девушка, Ксения её зовут. Вообще, я просто, просто вообще в неё влюбилась. Она просто красотка. Она сказала, Лен, ты не поверишь. Когда я тебя слушала, у меня были мысли, блядь, что это за женщина? Какая она неприятная. Какая она неприятная. У неё какой-то громкий голос там. И вообще, как-то непонятно она выглядит. Но в итоге, эта девушка пришла на интенсив, и она распаковалась. Она вышла в счастье. Она просто поняла и осознала весь груз 31-летней своей жизни. Понимаете, что происходит? Человек просто, просто, просто вышел в свободу. Он просто вышел в жизнь. Мурашки идут по телу, потому что истину говорю. Человек просто вышел в жизнь. Понимаете, она вышла в любовь. Так какая нахера разница? Есть у меня сопли в носу, есть у меня морщины, уставшие на лице, или грязная голова, или нет. Вам это, вас это волнует? Для вас это имеет значение? Зачем вы ходите по ютубным всем этим каналам? Чтобы посмотреть, как выглядит человек, как он накрашен, и написать ему, ой, блин, ты козел, вообще там стрёмно выглядишь? Вы что, реально, вы для этого, что ли, в ютубе сидите? Вы задаете себе вопросы? Вы вообще, что ищете-то? У вас поиск-то жизни какой? Для чего? Вы же за сутью, у вас же душа, ваш дух. На такие каналы, как у меня, на такие видео, просто суть ваша уже истомилась так, что уже не знает, что делать. И вас дух сюда притаскивает, он вас сюда приводит. Так вы не на внешность смотрите, как всю жизнь это делали. Вы суть слушайте. Суть. Аминь. Суть.